добрый день мои хорошие вы на канале светлана лосевой и это канал о вязании сегодня я хочу вам предложить связать вот такие интереснейшие ажурные кофточки они связаны одним узором немножечко по-другому компоновка здесь идет узоров но собственно схема у них одинаковая обратила я внимание в интернете на 2 эти интересные модели здесь на разные размеры можно связать такую кофточку она не длинная должна быть да то есть отделка тоже различные можно более глубокий вырез горловины сделать можно поменьше вырез горловины рукав можно лицевой гладью связать можно связать узором да то есть смотрите узор тоже можно вот так вот располагать его ступенчато либо на одном уровне но суть у них у всех одна смотрите вяжется в начале значит узор нижней снизу вверх будет вязаться изделие и вяжется в начале узорчик а потом лицевая гладь вот здесь вот виде ковсочек на пуговички можно сделать да можно сделать как блузочку связать и причем как видите в любом размере прекрасно это смотрится прекрасно ощущается вырез горловины не из изделия можно оформлять по своему желанию и в общем то здесь вся ваша фантазия включайте ее на максимальную мощность и проявляйте свою фантазию до обвязка вот у вот этой модели розовой крючком идет вырез горловины и по низу я смотрю по моему тоже крючком обвязана вот в общем девочки а вот здесь конечно резиночка идет до очаровательная модель прекрасная идея схема у нас есть и давайте сейчас значит определимся с выбором пряжи пряжу я предлагаю конкретную затем мы с вами свяжем образец узора определим плотность вязания и я расскажу как вам рассчитать петли с помощью определяемой плотности и с помощью выкройки это сделать элементарно девочки простые арифметические действия справится даже начинающая мастерица и так всем кому понравилась данная модель очка и он заинтересовался этой идеей до остаемся со мной на канале смотрим мастер-класс дорогие рукодельницы я очень рада что вы зашли на мой канал если вы впервые на моем канале не пожалуйста не забудьте подписаться на моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком и будет еще больше будет узнавать о новинках моего канала сразу же не забудьте поставить лайк под видео это поднятый верх пальчик ваши лайки повышает рейтинг видео и это не пустые слова и к тому же так видео попадает вашу папочку понравивших себе никогда его больше не потеряете и вязание мы использовать будем с вами пряжу явно джинс у меня вот большой выбор здесь цветов я сейчас расскажу значит смотреть явно джинс турецкая пряжа полухлопковый 55 процентов хлопок 45 полиакрил вот данный горчичный цвет мне очень нравится 8 4 у него цвет и 50 грамм на 160 метров спицы мы использовать будем три с половиной я рекомендую для этой пряжи вот такая ниточка очень хорошие скруточки девочки просто очень-очень из нее приятно вязать и смотреть какие у меня еще есть цвета очень большой выбор вот розовенький как у модельки до 50 то то же самое и цвет я хотел цвета озвучить в 20 цвет такой розовый холодный розовый да вот такой вот у нас цвет темные розы я так сказала 65 цвет смотрите нежно-розовый у нас цвет 74 смотрите тоже очень красивый зелененький такой нежный салатовый цвет 59 цвет да вот такой небесно-голубой цвет берем даже ближе к бирюзовому 76 цвет смотрите сиреневый 19 цвет и вот такой вот цвет песочный очень тоже такой бежево-песочный цвет 07 ну то есть очень большое разнообразие цветов выбирайте на любой вкус это кофточка очень-очень будет красиво и интересно смотреться да вы видели что верхняя часть у нас вяжется просто лицевой гладью а нижняя часть такая красивая ажуром вяжется подойдет на любой размер смотрите девочки схема у меня в двух вариантах две модели две схемы но они сущность у них одинаковая мы будем вязать образец вот по этой схеме то есть здесь вот один раппорт у нас показан и здесь как бы два узорчика у нас по схеме а по схеме б да вяжется а вот то что я вам сейчас покажу это та которая ступенчатая схема смотрите это для кофточки да она зеркально уже развернут узор зеркально расположен да но это то же самое тоже делайте скрин девочки экрана в принципе для вот этого для этой кофточки всем кому понадобится отдельно схема пишите мне в комментариях я выложу в сообщество ту схему которая вас заинтересовала это для кофточки на пуговичках а первая схема была для кофточки на одном уровне раппорт располагается так это понятно давайте на выкройку взглянем который я предлагаю для вязания смотрите выкройка а без а брат просто классический вариант с окатом рукав с вырезом горловины вырез горловины регулируйте под себя про ему у нас здесь вывязывается в общем обычная классика и по ней сегодня по этой классической выкройки я буду вам объяснять как расположить узоры сколько петель напирать так ну и в общем то давайте приступим к вязанию образца образца девочки я набрала 32 петли у нас раппорт 15 петель ширина и 8 рядов в высоту я связала один раппорт и основной узор у нас вот этот вот маленький по схеме это буковка а и внизу у нас самый крайний будет взяться схема б 24 ряда тоже 15 петель в ширину но 24 ряда это трон красивый ажурный и так давайте сейчас с вами свяжем схему а первый ряд показываю вам смотрите набрать 32 петли и вяжем 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и снова 4 лицевые 1 2 3 4 связали 1 раппорт 2 раппорт точно так же вяжется 4 лицевые 1 2 3 4 4 2 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевые 1 2 3 4 2 раппорт связали кромочная вяжу изнаночной второй ряд и все четные ряды у нас которые являются изнаночными вяжутся изнаночными петельками и мы с вами встречаемся в третьем ряду раппорта самостоятельно вяжем четные ряды 3 ряд вяжем и так у нас с вами вяжется 3 лицевые 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид по центру 3 лицевые 1 2 3 накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые 1 2 3 связали 1 раппорт 2 такой же вяжем 3 лицевые 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 3 лицевые 1 2 3 накид лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые 1 2 3 кромочная вяжем и вяжем изнаночной 4 ряд все петли изнаночные 5 ряд вяжем 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 5 лицевых по центру 1 2 3 4 5 снова накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые 1 2 2 раппорт вяжется абсолютно также 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 5 лицевых по центру 1 2 3 4 5 накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево и и 2 лицевые 1 2 кромочной изнаночной связали 6 ряд вяжем изнаночными петлями 7 ряд схемы вяжем 1 нас идет лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова лицевая накид и по центру у нас вяжется 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 делаем накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая лицевая связали 1 раппорт точно такой же раппорт повторяем лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 7 лицевых по центру 1 2 3 4 5 6 7 накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая кромочная изнаночная связали 2 раппорт то есть у нас с вами сейчас девочки связан 8 ряд вы вяжете изнаночные петли и это рапорт полностью высоту связан и повтор идет с первого ряда вот узор будет смотреться еще раз повторяюсь вот таким образом поскольку он у нас вяжется наш кардиган будет вязаться с сверху вниз на вот и у нас в самом конце идет вязание по схеме по схеме б вот и тут 24 ряда и так вяжем сами схему б 24 ряда но у нас с вами высоту эта схема и мы с вами вяжем 1 ряд 4 лицевые 1 2 3 4 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид лицевая по центру накид лицевая и дверь вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевые 1 2 3 4 мы связали с вами раппорт узора я второй раппорт показывает не стану он вяжется точно так же как только что я связала на 15 5 петли вяжем сами 3 ряд схемы б 3 лицевые 1 2 3 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая 3 лицевые 1 2 3 по центру были снова накид лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые 1 2 3 раппорт связан повторяем такой же раппорт 5 ряд у нас с вами раппорт а б 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо лицевая накид 7 так 5 девочки 5 лицевых по центру 1 2 3 4 5 накид лицевая 2 вместе лицевая 1 2 лицевая с наклоном влево 3 zien 5 4 5 накид с наклоном вправо-лицевой с наклоном вправо лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые 1 2 3 накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая связали раппорт узора повторяем такой же рапорт теперь смотрите обращаю ваше внимание девочки с девятого ряда по шестнадцатый ряд мы вяжем тут также абсолютно так же как сейчас вязали с первого по восьмой вот эту схему бэма рассматривать то есть еще раз повторяю с 9 по 16 ряд это тоже самое те же самые ряды которые мы с вами сейчас вязали то есть вы можете смело начинать 9 ряд как 1 11 ряд как 3 до 13 ряд как 5 потом вас идет 15 ряд как 7 вот и давайте с вами встречаться в семнадцатом ряду самостоятельно свяжем эти ряды вяжем с вами девочки семнадцатый ряд то есть я связала сейчас мы с вами самостоятельно связали да как я и говорила эти 8 рядов самостоятельно повторили просто то же самое и вяжем семнадцатый ряд и начинается он у нас 3 лицевых раз по 3 делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая накид по центру вяжем 3 вместе лицевой как мы будем их вязать девочки мы их вяжем следующим образом мы с вами 1 2 петли меняем местами 2 поверх 1 и все три вместе вяжем 1 лицевой делаем снова накид лицевая затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 3 лицевые 1 2 3 связали раппорт узора точно так же повторяем 2 раппорт 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая накид по центру вяжем 3 вместе 1 лицевой петлей с выделением центральной петли далее делаем накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 3 лицевой 1 2 3 кромочная вяжем изнаночной связали 17 ряд 18 ряд вяжем все петли изнаночные 19 ряд вяжем 4 лицевые первые у нас идут 1 2 3 4 делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и тут же 2 вместе лицевой с наклоном вправо до тем вяжем накид лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 4 лицевые 1 2 3 4 повторяем такой же раппорт 21 ряд у нас сами девочки по схеме б и мы вяжем первые 5 лицевых 1 2 3 4 5 делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево лицевая затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и снова 5 лицевых 1 2 3 4 5 раппорт связан точно такой же раппорт повторяем 23 ряд у нас с вами вяжем 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 делаем накид и по центру вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли 1 2 петельки я меняю местами 2 поверх 1 накидывается все три вместе вяжу 1 лицевой делаю накид и далее вяжу опять 6 лицевых 1 2 3 4 5 6 отлично связали раппорт узора точно такой же раппорт сейчас повторяем 24 ряд вяжем изнаночными петельками и на это наш раппорт б считаем законченным итак сейчас мы будем делать влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром я вот так его отдай у и растягивать специальное положила чтобы вам показать как он на самом деле будет смотреться ведь и мы вяжем сверху вниз они как обычно снизу вверх узор нас вот такой будет и по низу будет эти ромбы на края обращаю внимание их надо обязательно выравнивать потому что они у нас участвует сейчас в расчете плотности все наши кромочные они тоже участвуют поэтому мы их выпрямляем и все потянули и далее высохнуть нашим образцу так свободненько пусть лежит измеряем девочки ширину нашего полученного образца и так вот что у нас получилось выравниваем укладываем свободненько все высохло и прикладываем линейку измеряем крайне петлики у нас тоже участвует я вижу у меня 16 половиной сантиметров ширина образца мы набирали сам тридцать две петли тридцать две петли в образце участвует 32 поделить на 16 половиной сантиметров получаем цифру 1 целый девять десятых то есть пишем в одном сантиметре у нас умещается одна целая девять десятых петель теперь по вертикали также сейчас будем с вами измерять измеряем высоту нашего полученного образца 17 меня получается с половиной сантиметров и посчитаем ряды посчитала ряды будет мне получается 40 рядов и я делю это на наши сантиметр семнадцать с половиной получаю 2 целых три десятых плотность но округляем записываем девочки в одном сантиметре 2 целых три десятых ряда по вертикали сейчас эти две цифры будут основные у нас в расчетах дальше девочки вот такая вот у нас будет сегодня выклика с вами участвовать в нашем с вами расчете и смотрите курточка обычный классический вариант с окатом рукавчик с проймой и с вырезом горловины глубина выреза вы можете отрегулировать сами для себя то есть вот у меня здесь как бы предусмотрено пять с половиной но можно довести аж до 10 то есть все зависит от вашего хотения дальше смотрите на большой размер ширина выреза горловины будет тоже около давайте так сделаем 11 с половиной сантиметров у нас будет участвовать сегодня следующие размеры 46 48 ширина будет 51 сантиметр кофточки 50 52 ширина будет 57 сантиметров 54 56 ширина будет 60 сантиметров кофточка не очень свободное вы видели она в принципе прям по фигуре сидит да поэтому все эти мерочки условные измеряете свои личные габариты девочки узор такой что вы можете это легко отрегулировать смотрите у нас схема с вами до 16 петелек 16 петель но в принципе если вязать раппортами то 16 петель если рассматривать как мотив отдельный то это 15 петель до симметричный мотив вот поэтому я буду вам говорить про рапорт 16 петель то есть у нас с вами условно говоря между нашими вот этими ажурными вещами будет 3 петли лицевые эти 3 петли лицевые вот и в общем смотрите по петель на считаем с вами делаем расчет с применением нашей плотность одна целая девять десятых у нас сам плотность и смотрите что получается 51 сантиметр умножаем на нашу плотность 51 я умножаю на 1 9 плотность получаю 97 петель запишем 2 размер 57 метров на плотность 1 и 9 будет 100 9 петель я написал нечетное количество и 60 сантиметров умножить на 1 и 9 плотность 113 петель я написала потому что должно быть нечетное количество как расположить узор для этого мы наши петли которые мы посчитали только что делим на число петель в рапорте у нас 97 петель первый размер делим на 16 петель в рапорте 6 рапортов целых получается располагать будем следующим образом девочки я вот так условно всегда рисую смотрите то есть представьте что это ваш наборный ряд до вы распределяете узоры вот у меня получилось 6 рапортов по 16 петель и последний рапорт 6 я сделал не 16 петель до 15 чтобы симметрию соблюсти видите да у нас начинается с одной лицевой здесь и чтобы здесь тоже заказ заканчивалась одной лицевой я убираю вот эту петлю 16 и вот заканчиваю последний рапорт 15 петлями то есть вот так симметрично получается да это понятно и в сумме это дает нам значит в узоре будет задействовать 95 петель 2 кромочные и того из 97 петель аналогичным образом я поступил со вторым размером где у меня ширина 57 сантиметров и 109 петель я посчитал на 50 52 только я добавил справа и слева по 6 изнаночных то есть недостающие петли я решила за счет 6 изнаночных справа если вы хотите добавьте 6 лицевых скорее всего это неправильно я сказал 6 лицевых девочки я посмотрел наши узоры весь лицевой правильно поэтому полойки вещей лицевые петли это будет нормально смотреться и дальше у нас идет с вами 3 размер 113 петель здесь у меня вписалась 7 рапортов 7 рапортов и последний 7 рапорт у меня тоже 15 петель то есть по такой же логике я рассуждала понятно теперь давайте с вами определимся пройма глубина пройма у нас 5 сантиметров 5 умножить на 1 и 9 мы определяем сколько петель придется закрыть у проймы 5 на 1 и 9 это будет девять с половиной но образно говоря возьмем 9 петель на первый размер и по 10 петель на следующие два размера вот закрыл закрытие петель обычно как распределяем первый раз закрываем 5 петель до и затем закрываем последний на 3 2 в каждом втором ряду да то есть закрыли 10 5 если 9 петель то допустим 5 петель и 2 и 2 до каждом втором ряду обычно так распределяется вырез горловины девочки на выре давайте посчитаем сколько на вырез горловины придется если у нас 10 с половиной то есть это половинчатый размер 10 и 5 умножить на 2 это 21 сантиметр ширина выреза горловины умножаем также на плотность 1 и 9 так 25 метр на 1 9 это будет 30 но почти 40 петель нельзя сказать у нас нечетное должно быть число берем либо 39 либо 41 но скорее всего 39 берем на маленький размер 39 а на следующие два размера возьмем давайте 41 и 43 по ну по шире потому что много петель вот ну и в принципе как закруглять будем у спинки можно вообще ничего не закруглять по прямой закрыть принципе такой допускается но если хотите сделайте не не глубокий такой на два сантиметра вот здесь обычно как закрываются петли закрывается средние петли вот предположим 39 петель да давайте сделаем следующим образом мы с вами условно поделим на три части 39 петель ну то есть получится что я обычно как делаю 10 петель на закругление оставляю с одной стороны 10 петель с другой стороны все что остается по центру закрываю в серединке ну при нашем раскладе это 25 летнять то есть 19 петель у нас осталось серединке и по 10 петель осталось по бокам мы после того как закрыли петли в серединке необходимо вязать каждую половиночку раздельно это вы знаете да и вот эти 10 петель последний закрыть но тоже как закрываем предположим берем 1 1 закрытие 5 петель в следующем втором лицевом ряду через ряд мы вяжем закрытие в каждом втором ряду после вот это закрытие середины так 5 петель потом можно сделать 3 петли да и потом можно сделать допустим два раза по одной петле получится сумме 10 петель как-то вот так закругляя здесь можно в принципе не сложно да давайте на рукавчик перейдем смотрите длину рукавчик вы тоже под себя регулируйте вот в принципе что здесь можно сказать вот эту вот величину от начала вязания до оката вы тоже регулируйте сами под себя и здесь очень важно применить вырез скос посчитать скос с применением вертикальной плотности вот то есть мы умножаем вот эту величину любую вот эту величину по вертикали надо обязательно переводить в ряды девочки и вязать согласно расчетной вертикальной плотности то есть вы любую вот эту величину умножаете на вертикальной плотность получаете ряды и вязать будете согласны вот этим расчетным рядам зачем это делается чтобы после стирки ваше изделие не вытянулся чрезмерно мы заранее закладываем вот этот вот коэффициент плотность да и умножаем его и вязать будете считать ряды и тысяч легко считать пара портам там как-то до распределять их то есть в принципе здесь много вариантов но вот это не не должно не должны вы игнорировать и не допускается потому что очень часто вытягивается вязаная полотно вот пара рукав по такой же технологии рассчитываете какая у вас здесь будет по низу толщина до какого ширина вот здесь будет ну здесь она вот обозначена также вы умножаете на плотность по горизонтали до получаете петли затем вы читаете из самой широкой части петли самые маленькие сам начале петли до количества и эту разницу делите на два скоса и формируйте скос вот то есть вот такая технология более подробно об этом у меня есть целый мастер класс поэтому я вам ссылочку под видео оставлю на этот мастер класс там очень подробно на всех примерах я рассказываю как самостоятельно сделать расчет изделия девочки вот здесь в принципе вот такой вот было скажем так экспресс мастер класс на примере вы крички да как самостоятельно сделать расчет ничего как оказалось сложного не до главную медь вязать и немножечко включать мозги не лениться сделать вот этот расчет самостоятельно имейте при себе вот эту выкройку распечатайте и и поставьте здесь все мерки до ставьте здесь ряды сразу вот предположим 41 метр там на плотность умножаете по вертикали до сразу переводите в ряды допустим 41 там на 2 и 3 будет у вас там предположим 94 ряда то есть вот таким образом для себя вот это все дело прописывать и прям вяжите согласно вот этой вы играете наряду с со схемой вот так рядом держите выкройку все будет понятно и легко вязаться до новых встреч